Девушки отдыхают 9 октября 2014 года, то есть уже 4 месяца назад, наш сын Максим Ядыков пошел устроиваться на работу с силовой спецподразделением ОМОН. Он ушел на экзамен, где должны были проверить его физические навыки, и если годен, то возьмут, негоден, то должны были ему отказать, что негоден. Но то, что там экзамены проходят таким образом, что там, если годен, то живой будешь, а если негоден, тогда мы тебя в грубу домой отправим. Разве мы об этом могли думать? И представьте вот это наше отчаяние, когда мы не могли понять, что происходит, куда обратиться. Единственная организация, которая как бы пошла нам на встречу, это Комитет против пыток. Только тогда мы немножко пришли в себя и почувствовали, что у нас есть поддержка. И теперь мы как-то, есть шанс довести это дело до суда. Все это хотят предоставить как смерть по неосторожности. Какая может быть неосторожность на экзамене, где все должно быть предусмотрено. Ему дали бумажку с нормативами, бег, отжимания и все такое. Он вот это все готовился и знал, что он в эти нормативы укладывается. Поэтому у него эта уверенность-то была, что он без проблем. Я абсолютно не видел, чтобы он что-то волновался или как-то переживал. Ни одного слова мне про спарринги не сказал. Может, сам-то он знал. Но толком, видимо, не объяснили ему, может, сказали, что потом мы тебе навыки по вашему бою, по боксу посмотрим. То, что этот просмотр будет включать в себя то, что будут его убить, пока он несколько раз сзади не потеряет. Он, видимо, не в курсе был. Иначе бы он обязательно со мной посоветовался. Я-то сейчас себя укоряю. Сразу же на четвертый день уже, как бы, вчера мы похоронили сына, а вот на завтра нас уже пригласили в следственный отдел. Как бы мы дали предварительные показания. Но тогда еще у нас состояние-то такое было, что мы сами-то еще ничего не соображали. Нам еще не верилось, что у нас сына-то нет. Ну, нам, как бы, там намекнули, что это, мол, нормально-то, это такие у них орлы там все, поэтому там смерть на экзамене, ничего тут такого нет. Это смерть по неосторожности. И все говорят, что парень знал, куда шел и на что шел. Парень шел на экзамен. Откуда он знал, что там его будут убивать? Да, нам сказали, что дело очень трудное, будет идти очень долго. И сейчас следственный отдел, как бы, там проблемы-то, я насколько понимаю, сделали запрос в Москву. Как вот этот вот регламент, кто за что отвечает. И сейчас нам пока говорят, что до сих пор ответа из Москвы нет, поэтому мы окончательный вывод еще до сих пор сделать не можем. И дело продлевают. Должен быть человек, который это все должен был контролировать, профессионально должен был контролировать, а не так, что, знаете, вам, ребята, кандидат, давай, делайте с ним, что хотите. Жить захочет, так уползет, а нет, так. Ушел здоровый человек, а обратно привезли его мертвого. Ну, ведь все равно кто-то тут должен быть виноват. Не сам же он там, не от восторга, он умер. Такое он будет еще сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Если можно, расскажите историю, которые попали, то есть что произошло, почему обратились в комитет против пыток. В 2013 году, с 14 на 15 в ночь, нас избили ГАИшники, инспекторы ДПС. Мы в баре выпили, из бара выхожу, сотрудник просит у меня документы. У меня мотобуксировщик, на который документов не надо, и я ему это пытался объяснить, но не смог объяснить, потому что он настойчиво просил у меня документы. Ну и плюс у меня грешок, то, что я был выпивший, то есть как бы этому было на руку. Ну, я не мог предоставить документов, и я ему дерзнул, сказал, что вот вместо документов лапа и хвост. За этим последовало избиение. Инспектор ДПС, держа права мои в руках, сказал, знаешь, цену вопросу этим документам, то есть из пяти категорий. И тут я взорвался до предела, начал грубить и хамить им, ну, как вымогателям. Ну, дальше я очень сильно хамил им, и они меня с помощью удушения успокоили. Сунул пистолет в рот и сказал, я тебя, сука, застрелю. Ну, я еще больше закипелся. Если взял, застрелил, начал стрелять до конца. Все. Театрофию мозга мне сделали, вот, чем мне сделали. Мне диагноз на всю жизнь делали. Кислородное голодание. В 98-м году я попал в милицию по причине того, что искали пропавшую девушку, которую я довозил. Меня обвинили в том, что я ее, поскольку я был последний, кто ее видел, что я ее похитил, изнасиловал, либо где-то удерживаю, либо спрятал труп, убил ее. Вот. Я не соглашался, меня стали пытать. То есть 10 дней я находился в полиции, меня и подсаживали, как сотрудника милиции, подсаживали к уголовникам. Меня всячески унижали на допросах, меня избивали, меня пытали электрическим током. И вот на 10-й день сам прокурор области прямо при мне, в открытую, следователям сказал на мою просьбу разобраться, почему меня здесь пытают. Он сказал, он ничего не понимает, идите продолжайте пытать его дальше. Хотя я открытым текстом ему сказал, что меня пытают электрическим током, из меня выбивают показания. Я понял, что мне жаловаться больше некуда, раз я зампрокурор области, сам санкционирую пытки. Все оперативники просто надо мной засмеялись. Продолжив опять в дальнейшем пытке, мне сказали, что у нас 10 дней сроку на раскрытие этого преступления. Либо мы тебя убьем и закроем дело. То есть спишем это дело на тебя и будем расследовать твою смерть. Либо ты все подписываешь и все делаешь. Мне пришлось все подписать. Меня требовали выдать труп. Но поскольку никакого трупа не было и с неба я его не мог взять, то они меня продолжали просто пытать. И вот не выдержав этих пыток, уже в бессознательном состоянии, то есть видимо сработал инстинкт какое-то самосохранение, меня сверху держали два человека, когда пытали. Как я смог их оттолкнуть из сидящего положения, прыгнуть на расстоянии до окна и рыбкой туда вылететь, не разгрив стекла, не порезавшись лицом. То есть с какой-то скоростью было. Ну, не знаю, потому что я смутно все это помню. Потому что это на инстинктивном уровне было. То есть окно не разбилось, а остался силуэт от меня. То есть как я пролетал, он силуэт и остался. Тут я вырезал как будто его. И упал я на мотоцикл, сломал позвоночник с третьего этажа Ленинского РВД. Там нет места больше. Вот до сюда доезжаю, а тут уж я его на руки взваливаю, вот так, за руки, на плечу. И вот так вот, вот дотаскалась. Вот сюда затаскиваю, вот здесь разворачиваюсь. Попал в тридцать девятую больницу с переломом позвоночника. Помощь мне не оказывали никакую, медицинскую, потому что выставили охрану с автоматом и сказали, привезли маньяка-убийцу. Врачам сказали, никакой помощи мне не оказывать. И вот уже пролежав два дня, когда эта девушка, мной убитая, пришла домой, пошлась на суде, она пришла как свидетель. И когда к ней обратились, то есть, что ты можешь сказать по поводу, ну вот, меня, может быть, он тебя угрожал, может быть, он тебя похитил, может быть, он тебя там арестовал, то есть, ну, какие-то мои противоправные действия. Она сказала, я могу сказать только спасибо. Человек меня довез. Все, больше мы не видели. Вот. Ну, милиции сразу, конечно, все руки опустились, они поняли, что на меня вообще у них ничего нет. То есть, они запытали абсолютно безвинного человека. Меня зовут Антонов Сергей Афанасьевич. В 2010-м меня милиция задержала ввиду поджога Мухина Леп Николаевича дачи. что у Мухина мы вымогали полтора миллиона вместе с знакомым Бибиктовичем Юрием Владимировичем. Я говорю, за что меня задержали? Ты знаешь. Я говорю, я не знаю. Ну, говорит, протокол читал. Я говорю, с протоколом я не согласен. Вот. я услышал Юрия голос Бибиктовича. Бибиктовича. Мой сын. Вот. Его начали бить. Потом его побьют. Потом приводят ко мне меня начинают бить. Я говорил, за что меня бьете? признавайся во всем, что вы Мухина сожгли дачу. Что ты Юру Бибиктовича Юру Владимировича нанял, чтобы ему его сожечь. Ладно. Я говорю, этого не было. Ну, как я начну отказ делать? Начинают меня бить. Видел, как Юру несколько раз выводили в туалет. Слышал там крики. Как я услышал по разговору Савельева звонил Мухин. Мухин не говорит по фамилиям, потому что он всегда меня Рыжим называл. Говорит, Рыжий как там сознается? У вас знал, да? Да. Он меня знал. Он, Савельев говорит, он не сознается, а другой и другой. Но вы знаете, как делать. Я вам заплатил. Сначала мужа таскал, до инфаркта. А после, как вот сын увидел, такого избитого, получился его инсульт. И он сейчас лежит у нас. Каждый отказ был для его большой проблемой. Встреча с сыном. Вот так. КОНЕЦ КОНЕЦ 30 сентября 2010 года произвели обыск у моего сына на квартире, в гараже, на дачу у нас выезжали сотрудники обл. УВД. И ничего не найдя, арестовали сына, привезли в Арзамас 6 отдела РЧ. Там, в присутствии адвоката, в присутствии следователя Крыловой с ее потакания, делали увечья моему и Антонову сыну. Били два раза. Второй раз, 17-12-10, задержали вместе с Антоновым их в Нижнем Новгороде. Отвезли его в лес, по дороге, Арзамас, Ломовка. Там есть деревня такая, Ломовка. Завезли его в лес, как он рассказывает. И говорят, беги, никуда не побегу. Уцепился за ручку машины, за дверку машины, его отдирали. Потом начали зверски бить, сломали ему кости ног, порвали связку на колени, раздробили чашечку на колени. А в чем есть медэкспертиза, подтверждающая их факт мордового числа? Уже средней тяжести. Его били, колотили, как и Сергей. Сергей это подтвердил. После этого я вынудил папку написать явку с повинной. Я считаю, что выгоду хотел Мухин поиметь от того, что у него там развалюха была. Списать на нас. Кроме того, у него причина была, я уже пояснял в некоторых местах, в приватных беседах, о том, что ко мне приходили неизвестные лица, просили, чтобы я продал земельный участок, который граничит с Мухиным, соседем, вот с этим самым потерпевшим. Я отказывал. Я больше не нахожу никаких объяснений с его стороны, что тут еще чего-то. Я с ним не общался. Парень просидел у меня три года. Генеральная прокуратура. Так четыре года. Орел там внизу, да? Да, да, да. Вот мой домик стоит. Прямо на берегу. И вот со всех сторон прижали. Просили, чтобы я продал. Свои не продали? Нет, внукам оставляю. Аж они как хотят. Меня зовут Мальцев Михаил Геннадьевич. 83-го года рождения. В 2013 году я возвращался с работы и решил зайти отблагодарить старого друга за то, что он мне предоставил помещение для покраски автомобиля. 2 января 2007 года я был в гостях у родственников. В 2014 году, 10 января, сын меня вышел встречать. Задержали сотрудники милиции. Приехали мы, как сказать, в Заречный отдел милиции. И меня начали допрашивать по поводу убийства девушки, с которой я знаком был. Выходя из двора, меня встретили два сотрудника ОПС. Им не понравился мой внешний вид, и они не начали ко мне приставать. То, что я был без шапки. И к нему подошли трое. Двое взрослых мужчин и молодой мужчина. Так как он не слышит, он инвалид по слуху, он и начал объяснять, что я не слышу, я жду маму. Тем не менее, они его стали удерживать. Он хотел уйти от них, они его стали удерживать. Хватали за руки, к стенке прижали. Сказали, ты его знал, ты последний, ты его убил. Зашли три сотрудника милиции и начали, как сказать, мне надели наручники, веревку крест-накрест. Мне позе лотоса как бы завязали и начали пытать меня, как сказать, чтобы я сказал свои показания. Они повалили меня на землю, начали бить дубинками и пинать ногами. Я вышел из кафе и увидел то, что Евгения бьют сотрудники ДПС. Они были в форме, на них были отличительные знаки, стояли с проблесковыми маячками автомобиля. Его брали за руки и за ноги и кидали обкованный забор. Я подошел со словами, ребята, не убивайте, что вы делаете. В ответ меня тоже начали бить. Потом полиция, вот они его посадили в машину и уже полиция в машине его била. Они его уже увезли в участок. Приехал ОЗИК, меня погрузили и увезли в заречное отделение города Ишкаровой. Нас потащили в машину. В машину потащили, там стали какие-то несуразные вещи произносить. То, что вот вы там ехали, мы вас задержали. Я говорю, зачем вы врете? На этой почве их это задело сильно. И они повезли нас в отдел милиции. Привезли туда, сфотографировали они его. И он расписался в бланке в трех местах. После этого они его выпустили. Взяли у меня показания, но так меня ни штраф не дали, мне ничего не было такого. То есть виновным ни в чем не признали? Виновным ни в чем не признали. Упаковали нас в камеру предварительного заключения. И 12 часов нам не давали ни позвонить, ни попить, ни сходить в туалет. И в общем, очень долгое время просто даже не реагировали ни на какие просьбы, ни на какие звуки наши. Какие-то последствия для полицейских наступили? Нет. То есть никто не был привлечен к полицейскому? Нет, нет, нет. Они никто не привлечен, они даже их считают как свидетели они проходят. До сих пор никто их не привлек к ответственности. Следственный комитет взял показания с нас и про нас просто забыли. Дело не двигалось ни в какую сторону. Просто забыли про нас. А какие последствия для здоровья были в результате вот этого избиения? Я не мог нормально работать несколько недель. Но врачи только как слышали то, что побили милиционеры, побили сотрудники ДПС, просто отказывались что-то делать. Травма. Колен. Два раза операцию делал. Внутренний гематома. Пришлось делать операцию потом на ноги. У меня одна вена забилась. Третье требуется. И после вот этого колена, после этой травмы сотрудники милиции перебили позвоночник. У меня искровление позвоночника. У него было вывернуто плечо и была свернута шея. Ночами не могу спать от боли. Таблетки пью. Четыре года пил. Подсадил сейчас почку. Камень в почке. Камень в почке. В этом году, как известно, Комитет против пыток внесен в реестр иностранных агентов. Мне бы хотелось узнать, как вы понимаете словосочетание иностранных агентов, если отличить от того, что Комитет против пыток внесен в данный реестр. Иностранный агент, что это такое? Не знаю, шпионы какие-то, я так думаю. Комитет против пыток шпионили? Нет. Нет, они мне только помогали. Я не могу сейчас понять, кто здесь иностранный агент. Те, кто убивал моего сына и нанесли прямой ущерб государству. Я, конечно, наверное, немного утрирую, но логически получается так. Или Комитет против пыток, который помогает нам в расследовании этого дела и сделает все так, чтобы больше подобных несчастных случаев не происходило. Моим делом занимаются два года безвозмездно и помогают простому российскому гражданину, который не может правды найти в своей стране. Эти агенты в кавычках, в лице Комитета против пыток поддерживают нас и без них мы будем как без воздуха. Мне никто ничего не помог, ни в чем. А вот Комитет против пыток у меня и сына вылечили, и мне помогли. И кругом я всю... Как думаете, если такой организаций, как Комитет против пыток, по всей стране, все эти представители, закроются, то как скажется на гражданах российской операции вашей? Я думаю, просто обратиться некому будет. Следственный комитет, наша милиция почему-то нам не хочет помогать. Как вы думаете, вот если такой организаций, как Комитет против пыток, не станет, как это отобразится на жителях страны? Убийство будет. Просто будет убийство, я думаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»